МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадио компании Гомель у студии Натальи Игнатенко. Глядите ухэтым выпуском. Тут выратовывают житти. У Гомельским областным клиничным кардологичным центры открылась и специальная отделение ангиографии. Святыня Православия. У Гомель доставили каучек с мощами Матроны Московской и крыш-мощавик с частицей рызых асподней. Про соперництва до сяброуства. Сюня у Гомель пройшел международный чемпионат для людей с обмежеванными махчымастями. А зараза в гэты меньшим больше подрабязна. Медицина Гомельщины зарабила я еще один крок наперед. У областным кардологичным центры после реконструкции сюня открылась специальная отделение ангиографии. Усталеванное тут обсталевание дозволяя проводить высокотехнологичные операции. На урочистостях с нагоды открытия отделения побывал Олег Синтероу. Гомельский областный кардиоцентр – один из буйнейших не только в Беларуси, а и в оголе на Пасаевской просторы. Увага до его оснащения с сучасным обсталеванием тем больше значна, что сердечно-сосудистые захворения у света зараз самые распосюдженные. Сегодня у огольной структуры смиротности сердечно-сосудистые захворения занимаются больше 55%. При этом на сердце покутают, как пенсионеры, так и очень молодые люди. И такая лишь бы 64% пациентов у Гомельского областного кардиоцентра – мужчины. Нина Манкевич в Гомельском областном кардиоцентре уже не первый раз. В 2016-м ей шпитализовали с инфарктом. Операция прошла поспехово, а для простой некий час возникла новая проблема. Жанчине стало тяжко дыхать. Сегодня врачи констатуют, здоровье нормализовалось. Сама Нина Манкевич, еще больше категоричная, кажется, что я снова родилась. Я задыхалась, у меня не было дыхания. Я выйду на улицу и все. И тут же возвращалась назад, потому что не могла ходить. А здесь, слава Богу, прооперировали, два стенда поставили. И мне стало хорошо. Я теперь хожу везде и всюду. Все нормально. От четырех покоев в 1983-м до сучастного высокотехнологичного специализованного центра за пошли 35-х годов кардиологичная служба Гомельской области зарабила значный круг наперед. Ангиография в областном центре покористовывается уже 14-х годов, а за этот час набитые тады обсталивания состарела как интеллектуально, так и физично. Новый комплекс позволит проводить операции на кодывоч с учаством узровне. Технологии ушли вперед за это время значительно. Этот аппарат, он еще более высокого класса. Аппарат экспертного класса, оснащенный всем программным обеспечением для того, чтобы выполнять операции самой высокой степени сложности. И на коронарном русле, и на периферических артериях, на аорте. Операция при структурной патологии сердца. Аппарат еще более низкодозовый, позволяет снизить лучевую нагрузку на пациентов и на персонал. Здоровая нация, здоровая держава в измацнении материально-техничной базы медицинских установок сбоку органов улады. Особливая увага, старшиня Абалконкама Владимир Дворник и головный врач областного кардиоцентра Вольга Лях перерезают червоную стушку и знаемятся с новой операцийной. Увагу ли таких комплексов? У медицинской установки два, а ли это больше сучастный? На протягу суток тут будет проводиться до 10 операций. Керовник в области с такой загрузкой обсталивания погаджается, а ли лечить, что операционную можно выкороставить еще больше эффективно. Размова идет в профилактических обследованиях у свободной от операции час. Мы будем настраивать весь наш аппарат, перестраивать сегодня систему работы таким образом, чтобы те вложенные средства максимально дали отдачу. И самое главное, что каждый аппарат он с каким-то течением времени через 5-7 лет он теряет свои уже не только физические свойства, но и интеллектуальные. Появляются новые, более лучшие и так далее. Поэтому сегодня задача, как можно больше загрузить и поиспользовать эти аппараты для того, чтобы дать возможность жить нашим людям. Олег Синтеров, Валерий Капанько, телерадиокомпания «Гомель». Держаутая инспекция заступится за правы пешеходов. Сегодня у Гомельской области распочалось профилактическое мероприемство «Беспечный пяроход». Нарады ДПС максимально наблизились до зебров и светлофоров. С початку года на пешеходных пяроходах региона отбулося 45 ДТЗ. У ДАИ нагадывают, что пешеход мае право на первоважное пересеченье проездной частки, обовязок водителя – соступить дорогу. У Гомельской центральной городской библиотецы «Мя Герцена» отбылась и литературная вечарына поэта Уса Светлогорска, Софьи Шах и Изяслава Котлярова. Гэты семейны тандэму выходят в союз письменника в Беларуси. Софья Шах – аутар больше, як 20 поэтычных сборників. Пішат для дятей и дорослых, пераважно на беларускай мове. Активно публикуецца у республіканских газетах и литературно-мастацких часописах. Изяслав Котляров – член Беларускага саюза журналистов, перакладчик, мастацтва знавца, аутар шматликих публикаций на тему выявленчага мастацтва. Яго пяру належать больш як 30 поэтычных сборників. Йон активно друкуецца на сторонках литературно-мастацких выданьнів у Беларусі і за яе межами. На творчым вечерам светлогорскія паэты працтавілі своя новая кнігі лірыкі, зіхатлівая мілаць Соф'ї Шах і рэха клича Изяслава Котлярова. У гэты аутарскія сборнікі увайшлі верші, вянкі санетав і паэмы. Эти кніги, да, вони для взрослых читателей, для читателей, які чуствують собственну душу, ощущають своє личностное отношення к житті, ну і хочуть, хочуть в кожному буднічному дні ощущати щось в присутній вечного, неизменного, постоянного. Каучэк з можчамі блаженнай Матроны Московской і часті цирызы Господній у Крыжі Мащавіку прибылі у Гомілі. Сустрічу святыня у храмі Преабраження Господніга узначалі у архіепіскап Гомільський і Жлобінський Стяфан. Старецца Матрона одна з самых вядомых і шанованых православних святых. Усёяє житцьо приклад вялікага духовного подвігу цярпіння, самодрачення і спагады. Лічиться, що Матрона Московська, допомагає позбавиться от хвороб і справиться з життєвими няходами. Заступлення святой матуші Матроны ось дуже велико. Ще при житні она говорила, що всіх буду слышать, всім буду помогати, приходите ко мене, розказувайте своїх горісті, бедах, і ви будете услышны. Ну і множество чудес, які сьогодні завершаються, свідетельствують об цьому. Говорят нам об цьому, що її заступлення за нас грешних, її молитви имеють большу силу перед Господом. Можчі будуть знаходяться у храмі до 25 листопада. Помолиться святой стареці і попросити у яї допомоги верніки можуть під час богослуженья з 8 до 21. Волонтерські отрады «Открытые серце» сумісно с простовниками Беларускага Таварыства Червонага Крыжа організаваў добрачынную акцію для дзятей з обмежаваными макчымастями і школьнікаў з мало забеспечэчэных сем'яў. Месце правядзенні абралі незвычайныя клуб віртуальныя реальності. Удзельнікам акцій далі унікальныю макчымастя кунуцца ў новая цікавая вымярэння. Для ўсіх гэта был першы вопыт, аднак не забылны. Тое, што адбываецца, сдаецца сапраудным і выкликая неподробные эмоции. На такі позитывны эффект організаторы акцій і различвали. Мы очень благодарны клубу віртуальна реальність, которая дарит для дзятей этот благотворительный сеанс игры, чтобы дзяти получили массу положительных эмоций, чтобы было, что рассказать сверстникам по возвращэнню школы. Макчыма акція буде мець протяг. По выніках дзвюх школьных чвертў, выдатникам в учёбы плануецца подарыць яшчэ одну гадзіну знаходжэне ў віртуальный реальності. Прас саперніства до сяброўства. Сёня ў Гомірі прайшоў міжнародны чемпіонат для людзей з обмежаваными макчымастями. Паміж сабой спаборнічали команды двух клубаў. Разам мы можем з нашага регіона і фрыдам з Житомирской в області Украіны. О программе чемпіонату чатыры виды спорту. Боча, настольны тэніс, шахматы і армреслінг. Отбор проводился на областных спаборніствах. Чемпіонат – один з этапов суместной программы Беларусі і Украіны по супрацовністве організаций особ з інвалідністю, які фінансуюця Європейскім Саюзам. Основна цель, идея – в первую очередь популяризация рекреаційных видів спорта. Это привлечение людей с інвалідністю к оздоровлению, к здоровому способу жизни и реабилитация. Проєкт уже реалізується в течіні року цього. Много чого вже із нього реалізовано, сделано. Я думаю, що к концу місяця наші друзі будуть зустрічати нас в Житомирі. Ми там теж будем проводити такі ж соревновання. Тобто всі мероприятия, вони нацеліні на того, щоб укріпити міжнародні відношення середі людей с інвалідністю. А напередні у Гомирі пройшла республіканская спартакіяда. Вихованці дитячо-юнацьких спортивних школ змагаліся у боротьбі самбо на прізи обласного управління слідчого комітета. Подробязності у нашого корреспондента Ганны Коральчук. Більше 220 спортсменів з усіх областей Білорусі і століці приїхали у Гоміль, каб позмагаць на арені палаця легкій атлетики. Спартакіяда проходилася род юнаков і дзявчат з 2002-го, з 2003-го гадоународження. Яне демонстрували прийоми і тактики самбо у своїх вагових категориях. А крім техніки, самбо включає і певну філософію одзіноборства, яка і розвиває морально-валяві якості. Папулярність гетага віду спорту у нашій країні поступово расте. В цьому гаду відкрилась нескільки спортивна школа. Коліше дітей, які займається самбо, увеличується. І о престижністі даного віду спорту це в тому, що самбо в сьогоднішому гаду буде вже второй раз представлена в європейських іграх. До речі, самбо – від спорту, який об'єдновує усі сілові ведомства. Йону виходить у програму службової подрихтовки. Все літа у першині у спартакіаду проходзіла під гідою спортивно-доброчинного проєкта «Служить і оборонять», мета якого – розвитця традиції управління слідчого комітету і професійна ориентация молоді. Молоді люди, займаючіся спортом, це в тому числі люди, які нужні слідчому комітету для його успішного функціонування. Що касається непосредственно проєкта «Служити защищати», то в рамках його ми вспомним добрую пам'ять у погибших сотрудників следствия при исполніні службних об'язанностей. Будем честувати ветеранів нашої служби, лучших сотрудників слідчого комітету і їх руководителів. При задержанні преступника був сперти на ралі на безрож'я следователем капитан милиції Варію Александровичу Агинчиць. Получення ценного подарка від офіцерського собрання управління Слідського комітету республики Беларусь по Гомельській області номінації «На вічну в строю» приглашається вдова майору милиції Варія Петровна Агинчиць. У командному заліку серед юнаків перемога досталася спортивна дитяча юнацькій школі Олимпійського резерву Гомельського району. Першими серед дзівчат оказались в выхованці Могилівська, з дюшар номер 3. Переможці індивідуального заліку будуть представлять нашу країну на сусвітній першинстві. Я займаюся в Гомелі з дзюшоргом «Сільмаш». Уже пішов третій год. Просто я случайно пішла, мені панравілася, я і осталась. Я хорошо очень настроилась на эту победу. Очень хотілася на мир отобратися. Ганна Коральчук, Василя Сепцов, телерадиокампанія «Гомель». Більш про спорту, спортивним огляді з Максимом Савіним про знікалькі хвілін. А наш випуск на гэтым завіршаний. Дякую за увагу і до зустрічі у ефірі. Ефір телеканала «Белару-4» продолжает де-факто. В студії Руслан Габрилєв. Здравствуйте. В Калинковичском районе совершено нападение на троих жителей агрогородка Юровичи. Один человек скончался, двое находятся в больнице. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. В ходе проведения первоначальних следственних действий установлено, что в ночь с 3 на 4 ноября компания молодых людей возле частного дома умышленно избила 38-летнего хозяина и его 45-летнего соседа. После этого агрессоры взломали входную дверь частного дома, проникли внутрь и нанесли телесные повреждения 33-летней супруги-владельца. С травмами различной степени тяжести потерпевший доставлены в больницу, где вечером 4 ноября скончался сосед супружеской пары. По подозрению в совершении преступления задержаны трое местных жителей. Все они ранее привлекались к уголовной и административной ответственности. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания, с их участием проводятся необходимые следственные действия. Мотивы и обстоятельства совершения преступления устанавливаются. Расследование уголовного дела взято на личный контроль начальником управления Следственного комитета по Гомельской области. На территории региона за предвыходные и выходные дни было зарегистрировано 69 дорожно-транспортных происшествий, в которых 3 человека получили телесные повреждения. В Гомельском районе 55-летний водитель микроавтобуса, двигаясь по автодороге Гомель-Ветка, в агрогородке Поколюбичи сбил велосипедиста. С начала года это уже 22-е дорожно-транспортное происшествие с участием владельцев велотранспорта, в которых 3 человека погибли и 20 получили травмы различной степени тяжести. В Реческом районе 53-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем Volkswagen Passat и двигаясь со стороны райцентра в направлении Светлогорска, при совершении обгона прибегла к экстренному торможению, из-за чего автомобиль ее ушел в неуправляемый занос и опрокинулся. В Кювет свою машину отправила и 40-летняя женщина в Лельческом районе. При выезде из деревни Букча водитель также не справилась с управлением. В Гомельском районе велосипедист внезапно выехал на проезжую часть дороги. В Реческом районе женщина не убедилась в безопасности своего маневра при выезде на полосу встречного движения. В Лельческом районе женщина неправильно выиграла скорое движение, в результате чего съехала в Кювет. В деревне Бацунь Будокошелевского района на пожаре в жилом доме погибло два человека, пенсионерка и ее сын. По прибытию к месту вызова первых подразделений МЧС деревянный дом был охвачен огнем. При проведении разведки звеном газодымозащитной службы на полу в горящей комнате были обнаружены обгоревшие тела пожилой женщины и ее 55-летнего сына. Спастись смогла только сожительница погибшего, которая на момент пожара была на работе. В результате ЧП огнем уничтожена кровля, повреждены стены и имущество. Причина возгорания устанавливается. Одна из рассматриваемых версий неосторожное обращение с огнем при курении. Печальное падение с высоты. Накануне выходных в приемный покой Калинковической райбольницы доставили ребенка из райцентра. У годовалого мальчика диагностировали множественные переломы. Он находится в реанимации. Предварительно установлено, что травмы ребенок получил, выпав из окна 4-го этажа по улице Шкуркова. Милиция сейчас проводит проверку. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Сборная России выиграла медальный зачет молодежного чемпионата мира по шашкам 100, который проходил в Гомеле. Второе место у хозяев сборной Беларуси. В активе наших спортсменов 9 наград. В классической программе чемпионами мира стали Михаил Семенюк, Виктория Николаева и Любовь Кобрина. Яна Лазовик и Анастасия Соколова взяли бронзу. В Блице завоевано белорусами 2 золота и 2 серебра. Третью строку общего зачета заняла команда Нидерландов. Всего в молодежном чемпионате мира по шашкам 100 приняли участие более 200 спортсменов из 15 стран. Состоялись первые четвертьфинальные поединки Кубка Беларуси по волейболу среди мужских команд. Гомельская команда «Энергия» сделала заявку на попадание в следующий раунд на выезде, обыграв витебскую дружину марка ВГТУ 3-0. Минский строитель в гостях был сильнее «Легиона» также 3-0. Мопит дома не смог оказать сопротивление волейболистам БТБГУФК 0-3. А солигорский шахтер без проблем разделался с брестской командой «Западный Бук» 3-0. Ответные матчи 1-4 финала состоятся 24 и 25 ноября. Мозырская славя за тур до финиша чемпионата Беларуси по футболу в первой лиге обеспечила себе первое место. В верхнюю строку в турнирной таблице мазыряне гарантировали себе после выездной победы над Барановичами. Результат сделали точные удары тропашка Кострова и Слюсара в первом тайме. Во второй половине встречи хозяева один мяч отквитали. Итог 3-1 в пользу слави. Вторую путевку в элитный дивизион завоевал энергетик БГУ. Минчане крупно победили Микошевический гранит и стали недосягаемы для Бобруйской Белшины. Кроме слави 0-2 Ахимик с таким же счетом был бит Оршей. А ЮАЗ был слабее Пинской волны 1-2. В экстралиге хоккейного чемпионата Беларуси сыграны очередные поединки. Гомель и Жлобинский Металлург играли дома. Рыси принимали лиду. На старте первого периода хозяевам удалось реализовать большинство. Розыгрыш лишнего точным броском завершил Мусиенко. Во втором периоде гомельчане поймали гостей на контратаке. Быструю комбинацию завершил Куцирь 2-0. До финальной сирены цифры на табло не менялись. К Столеварам в гости заглянул Гродницкий Неман и с легкостью увез 3 очка. Гости 7 раз загорчили галкипера Металлурга. На это хозяева ответили двумя точными бросками. Отличились слыши феклистов. В турнирной таблице Металлург на 7-й позиции Гомель на 3-й. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Максим Савин.